Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события вчерашней торговой сессии. Ну и безусловно говорить о том, что у нас еще впереди. Ровно сутки остается до очень важного дня не только для доллара, не только для валютного рынка и для трейдеров, но и для американской экономики. Потому что завтра non-farm perils. Вопросов к США сейчас очень много, особенно после того, как вышли очень сильно разочаровавшие данные по индексу производственной активности ISM. Сегодня, кстати, друзья, у нас аналогичный релиз только по сфере услуг. Повторяю, что для американской экономики, для развитого рынка сфера услуг имеет не меньшее значение и, соответственно, потенциал влияния на все. И на доллары, и на фонду, нежели чем промышленный сектор. Поэтому мы сегодня будем также внимательно отслеживать макроэкономические данные американского происхождения. И после выхода отчета сразу же нужно будет кумекать о том, как будет действовать Федрезерв дальше. С учетом очевидных проблем и необходимости занятия более проактивной позиции по смягчению режима и снижения ключевой процентной ставки. Повторяю, друзья, что в конце этого месяца состоится очередное заседание Федрезерва. Первое двухдневное заседание, итоги которого будут подведены 30 октября. И после выхода отчета СМ 100% ФРС снизить процентную ставку снова на 25 базисных пунктов. О долларе продолжим говорить и много. Но давайте все-таки не будем выбиваться из нашего привычного сценария. И поговорим про нефтянку, которая продолжает активно снижаться. Уже полностью нивелирован рост вследствие атаки на инфраструктуру саудиорам. Котировки оказались еще ниже, закрепились ниже 60 долларов за баррель. И для меня, как для покупателей этого актива, конечно же, черное золото стало самым настоящим бременем, друзья, которое мне придется тянуть. И дальше, потому что даже несмотря на снижение вчерашней торговой сессии, я по-прежнему вижу возможности для форс-мажорного всплеска интереса со стороны покупателей. И, соответственно, возвращение котировок выше 60 долларов за баррель. Но при этом, если среди вас есть продавцы, конечно же, фундаментальный фон явно сейчас способствует тому, чтобы котировки возможно снизились еще сильнее. Потому что с некоторых пор, буквально с начала этой недели, все снова говорят о перспективах роста мировой экономики. Ставив вообще на ней крест после удручающих данных по активности в обрабатывающей промышленности. Причем этот спад был зафиксирован буквально по всем ключевым региональным площадкам мира. Конечно же, на фоне замедления промышленности, очевидно, логично следует вывод о том, что будет снижаться и спрос на углеводороды. Накануне вышел еще отчет по запасам нефти в США. Запасы, друзья, снова выросли уже третью неделю подряд. И как и по аналогии с анализом данных от администрации аналитической информации, о которой мы проводили на прошлой неделе, рост запасов это как бы фундаментальная надстройка, которая усиливает опасения за избыточное предложение, которого в принципе сейчас не должно быть, когда мы говорим о замедлении роста мировой экономики. Ну, складывая все вот эти за и против, мы понимаем, конечно же, на рынке созданы условия для продаж. В то же время, друзья, я повторяю, что сейчас лично для меня куда более интересным является фундамент ближневосточного происхождения и сам факт того, что пока что не удается еще раскусить планы замысла Саудовской Аравии, именно по тому, как дальше будут развиваться военные компании, что дальше будет происходить с Сауди Рамка и, в принципе, как на это будут реагировать котировки нефти. Я держу, друзья, длинные позиции. Если вы считаете, что уже смысла в этом нету, либо вы приняли решение выйти из длинных позиций раньше, ну, тогда вам нужно принимать решение, к чему вы присоединяетесь к этому тренду, который идет, и считаете, что котировки будут обновлять дальше многомесячные и многонедельные минимумы, то, ну, удачи вам, конечно же. Я пока что все-таки сохраню интерес за длинными позициями. Доллар иена 107.15. Мы снизились, друзья. Я думаю, что вот-вот преодолеем поддержку 107. И допускаю, что на этой неделе, после того, как выйдет сегодняшний отчет по АСМ в сфере услуг, после того, как мы с вами проанализируем пятничные данные по Non-Farm Perls, у нас будет повод говорить о том, что, наконец-таки, пара реально нацелилась на поддержку 105 иен за доллар. Накануне вышел отчет ADP, частная оценка состояния американского рынка труда. То есть, как вы помните, статистика плохая. 135 тысяч новых рабочих мест – это просто ничтожнейший показатель. Если Non-Farm Perls нам представить такие же данные, то будет очевидно, что американская экономика уже сталкивается с серьезными трудностями. То, что торговая война с Китаем, скорее всего, даже ударила больнее по американской экономике. И то, что ФРС будет обязан, опять же, более активно снижать процентную ставку. То, что вероятность снижения ставки сейчас растет, мы можем найти подтверждение этого в динамике американского рынка долга. Доходности десятилеток снизились до 1.59. Это минимальный уровень, друзья, с 9 или с 10 сентября. То есть, дальше будет еще ниже. Повторяю, сегодня мы ждем в 17.00 данные по сфере услуг. Скорее всего, статистика снова разочарует. Это и пара доллар-иена с максимальной долей вероятности окажется ниже 107. Золото вернулось к планке 1500 долларов за тройскую унцию. И правильно, потому что мы сейчас снова говорим о признаках рецессии американской экономики и последующего экономического кризиса. Поэтому нужно переживать, паниковать и задумываться о том, где лучше пересидеть в предстоящую экономическую смуту. Дальше будет еще лучше по котировкам. Отмечаю, повторяю и настаиваю на том, что цель по золоту 1550 еще сохраняется. Фондовый рынок снизился, друзья. Это вообще для меня прекраснейшая новость. Я думал, что снижение американской фонды – это вообще какая-то сказка или миф, потому что американский фондовый рынок никак не хотел снижаться даже на плохом фундаменте. Но наконец-таки сейчас трейдеры одумались и осознали все риски промышленного спада, все риски торговой войны и неопределенности именно по разным площадкам, да и в целом по всей мировой экономике. Я думаю, что американская фонда снижается, поскольку сейчас на рынке достаточное количество продавцов и таких же скептиков, как и я, считающих, что на следующей неделе США и Китай не договорятся. Все будет еще хуже, друзья. Евро-доллар 1.0956. Евро пока что отыгрывает локальную слабость доллара, но это не значит, что доллар останется единственной двигающей силой для главного валютного риска. По евро любой намек от ЕЦБ о готовности более активно стимулировать экономику, и мы снова пойдем на обновление прежних минимумов. Я повторял, друзья, что если вы раньше не открывали короткие позиции, нужно ждать, если пара откатит в район отметки 1.10, продавайте. Ну вот, считайте, что вам повезло. По негативу, по фундаменту еврозоны США вчера приняли решение повысить импортные опошлины на европейские товары по ставке 25%. Была опубликована перечень товаров, еще чуть позже разберемся. В нем вступят все они с 18 октября. Вот, пожалуйста, и очередной виток торговой войны со стороны Трампа. Фунт против доллара 1.2302. Призываю вас, друзья, держать только лишь короткие позиции и присматриваться к фунту только с точки зрения продаж. Производственный сектор строительства в минусе ниже 50%. Тотальный спад и подтверждение того, что Банку Англии действительно стоит задуматься о снижении процентной ставки. Сегодня у нас в 1.130 активность в сфере услуг тоже по Англии. Ожидания, прогнозы плохие. В случае разочаровывающих данных фунт еще, скажем, ускорит, еще больше ускорит и усилит нисходящую динамику. По политике, ну, в принципе, ситуация не меняется. Мы, как и говорили о том, что Джонсон предан своей идее вывести Англию из состава ЕС 31 октября, так оно и есть. Он вчера это еще раз подтвердил. Был подан своего рода документ, который должен стать скелетом для нового соглашения между Англией и Европейским Союзом. То есть этот документ уже отправлен Тусковой Еврокомиссией. Вчера мы получили комментарий о том, что технический комитет сейчас разбирает его условия. Но предварительные сведения следующие. Друзья, то, что по большей части вопросов Евросоюз не согласен. Напоминаю, что Джонсон отметил ранее, что если этот документ не будет принят Еврокомиссией, то фактически Джонсон более не будет вести переговоры с Евросоюзом и выведет Англию из ЕС 31 октября. Доллар канадец 1.3316, как я и говорил, друзья, мы окажемся выше отметки 1.33. Поспособствовала этому нефтянкой и слабой статистикой из США. Повторяю, что три четверти всего канадского экспорта приходится на американскую экономику. И как только там появляются признаки спада, это негативно сказывается на экономическом благосостоянии и самочувствии канадской экономики. Ждем уровень 1.34 и 1.35. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.